Здравствуйте! Это Судья. Индусы потребляют очень мало энергии. 300 миллионов человек вообще не имеют доступа к электричеству. А сушеные коровьи лепешки – это основное топливо в домашних хозяйствах страны. Желая преодолеть это отставание от цивилизованного мира, ну а заодно и внести свой вклад в спасение глобального климата, Индия в 2010 году приняла правительственную программу развития солнечной энергетики. Были приняты специальные тарифы, гарантирующие поставщикам солнечного электричества постоянные цены на длительную перспективу. Была обозначена цель этой программы – 20 тысяч мегаватт солнечной энергии к 2022 году. Позднее этот показатель был увеличен до 100 тысяч мегаватт. Чтобы понять масштаб индийских амбиций, надо знать, что сегодня в мире вырабатывается всего 227 тысяч мегаватт солнечной энергии. Чтобы не стать страной, которая импортирует китайские или западные солнечные батареи, а покупатели и государства доплачивают за них из своего кармана, Индия решила развивать свое производство солнечных панелей. Правительство установило степень локализации производства – Local Content Requirement, пытаясь таким образом развивать собственную промышленность, одновременно поощряя экспорт солнечных батарей из других стран. Однако идея развития собственного производства не сработала. Рынок развернулся в сторону импортных панелей. Причина оказалась очень простой. Американское агентство поддержки зарубежных инвестиций предложило дешевый кредит – 3% годовых против 15% индийского банковского сектора при условии покупки солнечных батарей американского производства. Эта мера положила на лопатки индийского производителя. Обвинение в целевом уничтожении конкуренции представитель U.S. Export Import Bank решительно отверг. Он заявил, что это уставная цель банка, а Сенат США, выделяя деньги на поддержку американского экспорта, требует, чтобы эти средства были использованы на покупку американских товаров. В ответ Индия расширила требования локализации на все звенья продукции солнечных панелей, оставив, правда, половину рынка для свободного импорта. Тогда Соединенные Штаты Америки обратились с иском в арбитражный суд Всемирной торговой организации, обвиняя Индию в поддержке собственной продукции солнечных панелей, что, по мнению США, не соответствует принципам свободной торговли. Американцы требовали признать такую практику субсидированием отечественной продукции, утверждая, что локализация товаров – это нечестное препятствие оборудование американскому экспорту, что мешает защите интересов американских производителей и сохранению рабочих мест в США. В ответ Индия указала примеры 13 штатов и городов США, таких как Мичиган, Лос-Анджелес, Калифорния, Техас. Индия также заявила, что деньги на развитие возобновляемой энергии должны быть предназначены на развитие производства в развивающихся странах, а не на финансирование западного экспорта. К сожалению, этот аргумент не нашел понимания за океаном. США, естественно, защищают собственную промышленность. А говоря о развитии средств возобновляемой энергии, думают о себе, как о производителе и поставщике технологий и готовых продуктов. А развивающиеся страны видят только в качестве покупателей. Все для спасения глобального климата. Под этим лозунгом выступили американские зеленые, убеждая всех, что амбициозные планы Индии в продвижении солнечной энергии не имеют шансов на успех. Все солнечные батареи нужно импортировать, а дофинансирование из бюджета не создаст в этой стране рабочих мест, а только увеличит долги индийского государства. Конечно же, зеленых интересует исключительно проблема глобального потепления, поэтому они даже якобы просили администрацию США отозвать иск из арбитражного суда ВТО. Но ничего из этого не вышло. Бизнес есть бизнес. Арбитраж всемирной торговой организации – это страшная проблема для стран, пытающихся преодолеть отставание в развитии и на глобальном открытом рынке защитить свою промышленность, помочь ей стать конкурентоспособной. С этой проблемой сталкиваются даже богатые страны Евросоюза. Бедные страны вообще крайне редко обращаются в арбитраж ВТО, поскольку они слишком зависимы от западного финансирования. А шансы на выигрыш дела в Вашингтоне ничтожны. Ну, так случилось и на этот раз. Индия проиграла арбитраж и теперь вынуждена вести унизительные переговоры с Министерством торговли США, либо подвергнуться весьма суровым финансовым санкциям. Мировая политика жестока по отношению к развивающимся странам. С одной стороны, им блокируют доступ к самым дешевым натуральным источникам энергии, принуждая к использованию дорогой возобновляемой энергии. А с другой, затрудняют доступ к патентам, технологиям и дешевым кредитам. Богатые страны заботятся о бизнесе гораздо больше, чем о глобальном климате. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.